Всем привет! Это уже 10 видео из плейлиста, как я создаю себе сайт. И я думаю, нужно немножечко ускориться, потому что это все-таки не обучающий плейлист, а я слишком втаюсь в детали, в подробности. Наверное, я буду больше делать и меньше рассказывать каких-то деталей. Если наберется аудитория, которой будут интересны всякие подробности, весь этот фундаментал, то будем снимать дальше уже обучающие ролики, в которых я буду рассказывать про Django, про Vagtail, в частности, более подробно, детально. Сегодня я хочу заняться тегами, сделать теги для постов. Вот у нас здесь есть сколовок, есть контент, хочу еще сделать теги. Но я не хочу использовать стандартные Django, не Django, а теги от Vagtail. Я напишу, пожалуй, свои кастомные, поэтому я захожу в блок, в модельки и здесь буду работать. Создам класс тег, он будет наследоваться от... Так, давайте я сразу покажу вам пакет, который я буду использовать. Называется он Vagtail Autoconflict. Так, вот здесь, тут есть документация. Ну, это вот такая вот интересная штука. Оп, вот так вот работает. С помощью нее можно делать не только теги, там можно и авторов делать, добавлять, ну, в общем, что угодно. Это просто автокомплит. И он очень прикольно работает. Так, вот, давайте вот эту команду. PIP, PRESS, GRAB. И сюда Autocomplete. Ноктейл Autoconflict. Отлично. Темп. Так. Так. Темп. так здесь мы будем использовать так съесть basic usage нам это неинтересно здесь мысль вот вот это нам интересно использовать и использование множества множественная выборка то есть смогу много тегов выбирать в один пост так кластер был модом нам нужен здесь нам нужно добавить заголовок тайтл кстати вот и модельки понадобились from core то вот джанг дб модульс так у нас сразу выигрывается у нас дальше по документации такая конструкция так парентом манит у меня field давайте импортируем вот так и я буду использовать получается только это будет в посте у нас он давайте после контента это ставим здесь конечно же поменяем букс на тэкс бук давайте сделаем так и нам нужно импортировать автокомплект пенел попробуем пройти миграцию так money to money ну давайте уберем на что нам не нужен так здесь давайте минуту идем в админку попробуем обновить так у нас появились теги пока что у нас ничего нету я предлагаю зарегистрировать так как сниппет так и у нас появились вот фрагменты теги мы можем добавить так например первый тег у нас сразу переводится на латиницу слаг здорово сохраним так object но мы когда мы сейчас вернемся это давайте сразу сделаем вот так гораздо лучше и у нас появился первый тег также есть здесь такая классная возможность создавать новые теги прям из этого поля вот таким вот способом так здесь давайте заменим на си и здесь тоже самое и попробуем пишем второй тег и он нам предлагает create new создать этот тег давайте создадим выберем еще первый тег нажмем опубликовать правка и у нас выбраны теги единственное мне не нравится что они из дизайна выбиваются наверно надо подбить под вот этот зелененький цвет все чтоб красиво было да наверно так и сделаем с россии в папке static создам новый файл назову его кастом админ css так для теста напишу пока с помощью вот этой вот конструкция мы можем зарегистрировать в админке вот этот наш css файлик создам новый файлик в папочке core назову его в актер хукс и прям вот это возьмем так и ставлю сюда перезапустим сервер сейчас в актер должен прочитать этот файлик и по идее должно было бы все заработать вот наш кастом админ по краям а ну он работает единственное что наверное да здесь наверное что то есть такое что перебивает наши стили так вот мы видим просвечивается да все работает можем вот это удалить теперь давайте проинспектируем вот этот момент и вот у нас background color вот этот вот красненький до томата даже наверное какой то возьмем его скопируем дальше я возьму color пикером вот этот цвет и вставлю его сюда а автокомплит у нас находится ниже поэтому он важнее мы можем поменять возможно каким то образом ордер вот этого линка что он стал ниже или не можем ладно сделаем по-другому мы просто удлиним конструкцию это будет проще всего я вот теперь мы видим что он стал зелененьким дальше инспектируем спин у нас черный поэтому таким же образом это будет проще но и 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 посимпатичней давайте создадим новый тэп назовем его создан автоматически так у нас какая-то ошибочка так у нас проблемы со слагом но у нас совершенно точно нету такого слага до создан автоматически даже сам на латинцу переводится скорее всего он просто пустой остается поэтому нужно это исправить сейчас исправим так исправлять мы это будем он здесь предлагаю установить еще одну библиотечку install python слаги фай не хочу использовать стандартную джонговую функцию слаги фай она маленькая не так работает как мне хочется а вот это работает очень хорошо плюс у меня очень гибкие настройки есть так пробуем по новой создан автоматически нажимаем раз и у нас создался новый тег чмем опубликовать зайдем фрагменты теги и вот создан автоматически правка и наш слаг работает так но это наверно все ставьте лайки подписывайтесь дальше больше всем удачи всем пока пока